Шалом Хаверим Вначале, перед тем, как я буду говорить то слово, которое я приготовил, давайте помолимся. Отец Небесный, я прошу, чтобы то слово, которое Ты вложил в мое сердце, оно произвело ту работу, для которого Ты его предназначил. И я также благословляю тех, кто будет слушать Господь, и пускай это слово проникает до глубин тех, которые Ты предусмотрел. И может это слово кого-то направит, кому-то послужит в назидание, кто-то услышит то, чего он искал. И я благодарю Тебя за то, что Ты даешь мудрость, направляешь мои мысли, Господь, и будешь управлять этими устами, Господь. В чем Ешуаха Машеях. Амин. И я хочу начать с одного места из Писания, это книга Судей, 2 глава, 10 стих. И когда весь народ, он и отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю. Не знал Господа и дел его. Оказывается, можно жить среди народа Божьего и не знать самого Бога. И когда мне предложили проповедовать, я вообще должен был говорить о другой теме. И в процессе подготовки я молился и просил Господа о том, чтобы Он направлял мои мысли, о том, чтобы Он говорил, может быть, через людей, может быть, через сны. И у Бога очень много-много способов проговаривать к нам. И Бог давал места Писания, и я не понимал, почему они не соответствуют тому, к чему я готовился. Я их просто бросал в закладки и накапливал таким образом. И мы по понедельникам собираемся с ТАФом, для того, чтобы спланировать предстоящую неделю. И вот в процессе разговора мы коснулись определенной темы. И я услышал от сестры Наташи, от нашей, определенные вещи. Меня они заинтересовали. И я потом попросил ее, чтобы она прислала мне то, о чем она говорила. И в том, что она прислала, была одна история. И я хочу поделиться, прежде чем говорить о теме, я хочу поделиться этой историей. В американском аэропорту Кеннеди журналист проводил опрос на тему, что, по вашему мнению, является самым отвратительным на свете. Люди отвечали разное. Война, бедность, предательство, болезни. В это время в зале находился монах. Журналист увидел его и задал этот вопрос монаху. А монах задал встречный вопрос. Кто вы? Я Джон Смит. Нет, это имя. Но кто вы? Я телерепортер такой-то компании. Нет, это профессия. Но кто вы? Я человек, в конце концов. Нет, это ваш биологический вид. Но кто вы? Репортер, наконец, понял, что имел в виду монах и застыл с открытым ртом. Так ничего и не мог сказать. Монах заметил. Вот это и есть самое отвратительное на свете. Не знать, кто ты. И вот, когда я прочитал эту историю, я сразу понял, о чем я хочу говорить. И я так и назвал свою проповедь «Кто ты?». Начну издалека. В своем служении я больше сталкиваюсь с молодым поколением. И нынешнее поколение очень стремится быть независимым. Не знаю, чем это объяснить, или это время такое. Может быть, еще какие-то причины. Может, то общество, в котором мы живем, оно подвигает к этому. Но это есть, по сути дела, неоспоримый факт. И это молодое поколение, оно старается быть независимым. И прежде чем говорить о независимости, я открыл словарь и начал изучать, что означает этот термин. Не буду вдаваться в подробности и то, что я там увидел. Но, по сути дела, если вам интересно, вы можете открыть словари и поизучать это слово. Но я для себя сделал вывод, что суть всего сводится к двум понятиям. Независимость для и независимость от. И это как бы две стороны. Одна более положительная сторона. Я получаю, я независим для чего-то. Или более как бы негативная, что ли, сторона. Я не хочу зависеть от чего-то или от кого-то. Итак, люди хотят быть независимыми в финансах, в работе, в семьях. Они заключают брачные контракты, называют семьи свободными, что ли. Не зависеть от мнения других людей. И не зависеть даже от самого Бога. Много лет, читая Писание, я ничего подобного в Слове Божьем не увидел. И я предлагаю просто пройтись по этим пунктам, о которых я говорил, по порядку. И попытаться разобраться, что говорит Слово Божие об этом. Быть независимым в финансах. Римлянам, 12 глава, 8 стих. Увещеватель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Слово раздаватель по Стронгу, если вы откроете, как объясняет Стронг это слово, это больше не как благотворительность, хотя там есть такое понятие, одно из понятий это благотворительность, но это больше относится к даянию. Оно переводится как «уделять», «делиться», «отдавать долю», «передавать». Так учит нас Слово, и поскольку оно для нас является авторитетным и является основанием, то мы зависим от того, что оно нам предлагает. И мы получаем какие-то ресурсы, владеем чем-то, и Бог нам это дает для определенной цели, для того, чтобы мы могли правильно распорядиться. Мы можем вспомнить притчу о том, как хозяин уходил и раздал тому-то, столько-то, тому-то, столько-то, тому-то, столько-то, и потом пришел и начал спрашивать с них об этом. Мы сейчас не будем разбирать, но принцип, о чем я говорю, то есть вы, наверное, уловили. «Быть независимым в работе». 1 Петра, 2 глава, 13-18 стих. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа, царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро, ибо такова воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь Господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Что мы видим? Нам предлагают подчиниться человекам, начальствующим, как свободным, по доброй воле. Опять, мы не видим, что Писание нам предлагает независимость. «Быть независимы в семьях» 1 Петра 3 глава 1 и 7 стих «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова приобретаемы были. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Опять мы видим прокол с независимостью. Иллюзия и не более. Ну и, наконец, поведение нашей жизни в церкви, в общине, в церкви, наше поведение в собрании. 1 Коринфянам 12 глава 25-28 стих «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член? Страдают с ним все члены. Славится ли один член? С ним радуются все. И вы – тело Христово, опорость члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления и разные языки». Итак, мы наблюдаем полный крах независимости, о которой все говорят. И вы можете спросить, какая связь между независимостью и названием моей проповеди? Кто ты? И я отвечу, что самая прямая. Коль уж так получилось, что у нас, по слову, вообще никак не складывается с независимостью, нам предстоит сделать с вами выбор. Или мы выбираем независимость для чего-то, или мы выбираем независимость от чего-то, кого-то. и соглашаемся со словом Бога, а, вернее, выбирая независимость для, мы соглашаемся со словом Бога и то, что не противоречит слову. Я не буду обращаться к тем, кто выбрал второе, то есть быть независимым от кого, от всего. Я больше буду говорить к тем, кто выбирает благое или первое, независимость для. Почему благое? Римлянам, 12 глава, 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Итак, если у Бога есть для нас такая воля, то стоило бы спросить у Него, какова же эта воля для каждого из нас? Или, проще говоря, кто я? «И что, Господь, Ты приготовил для меня?» Потому что только ответ на этот вопрос позволит вам быть свободным для того, чтобы давать, благотворить, служить, любить. Почему так важно знать и искать ответ на этот короткий вопрос? Да просто по одной причине. Потому что ты можешь просто уйти от своего предназначения, то, для чего ты пришел в этот мир. Просто уйти от тех благословений, которые приготовлены тебе, приготовлены Богом тебе на этом пути. «Ты можешь прожить жизнь, но не свою». Павел в конце своего пути говорит такие слова. 2 Тимофея, 4 глава, 7-8 стих. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Что позволило Павлу Раву Шаулю с такой уверенностью говорить, я думаю, что только то, что он знал, для чего он был избран, потому что Бог ему это открыл. Поэтому, придя к концу жизни, зная то, что было ему сказано от начала, он смог с такой уверенностью сказать, «Течение совершил, веру сохранил, готовится мне венец правды, но и не только мне, но и всем, кто возлюбил явление Отца». Поделюсь, да, поделюсь одним случаем, который из моей практики. я родился как верующий в одной из харизматических церквей, и, наверное, по счастливой, ну, по счастливой случайности, ну, у Бога ничего случайным не бывает, я, ну, получил от Бога изначально, что Бог хотел мне, ну, говорить, он, я с... первое время, вот, когда я родился как верующий, у меня было особенное время с Господом, и я очень много получал от Него, изучая Слово, и просто находясь в молитве, в присутствии Божьем, он мне открывал вещи, значит, что Он хочет делать в моей жизни, для чего Он призвал меня. И так сложилось, что я почти сразу вошел в служение прославления, и у нас была хорошая команда, у нас была даже, ну, хорошая школа прославления, мы приглашали замечательных преподавателей, которые достаточно известных, и достаточно, ну, сильных в своей профессии, и вот к нам в церковь приехала одна семья из достаточно тоже известной церкви, они просто переехали в наш город, вот, и они пришли в нашу церковь, и они решили присоединиться именно к служению. Там, где они находились, они находились в служении прославления, участвовали в служении прославления, и они решили и здесь, ну, присоединиться и помогать в этом служении. И я вот сколько уже, там, больше 20 лет в этом служении, я часто очень задаю людям такой вопрос, что побудило тебя ну, заниматься этим и избрать такое служение? И я слышал много ответов, это, ну, дары, которые, мне Бог дал дар, мне нравится поклоняться, но я очень редко слышал, чтобы люди четко, ну, говорили о том, что меня Бог призвал к этому. и вот этому парню, который, брату, который решил присоединиться к служению, я задавал такой же вопрос, как бы, и случилась одна ситуация, у нас были домашние, ну, система домашних групп, и вот региональный лидер собирал домашние группы на евангелизацию, и этот брат должен, он попросил его участвовать в евангелизации, и послужить, вот, именно попеть, поиграть на гитаре, там, на евангелизации, и в то же время у нас проходила репетиция, мы готовились к празднику какому-то, то ли конференции, я не помню уже детально, но я точно помню, что проходила репетиция, у нас была подготовка, и вот этот брат приходит на репетицию, и я спрашиваю, почему ты пришел, потому что я знал, что он должен был идти на евангелизацию, потом, ну, ко мне подходил региональный лидер и просил, чтобы он участвовал, и я дал свое согласие, и он говорит, ну как, я хочу участвовать, я хочу служить этим даром, и Бог мне дал эти дары, я говорю, а что ты делал, я задал вопрос, а что ты должен был делать именно на евангелизации, он задумался и говорит, ну, служить, петь, я говорю, так, ты же должен был служить тем же даром, почему ты решил, что ты должен быть здесь, а не там, и Писание нам говорит, что послушание лучше жертвы, и вот этот случай, он ярко иллюстрирует, что люди иногда не зная своего призвания, они пытаются бороться за место, которое может быть для них даже не предназначено, а может быть оно предназначено, но нет, не те времена и сроки, не выдержаны те времена и сроки, когда Бог приведет тебя, приготовит это место и поставит тебя на это место, и давайте заглянем в Писание и рассмотрим это на жизни одного из персонажей из Нового Завета, достаточно известного, это ученик Ешуа, и так Ешуа находит на берегу озера двух братьев Симона и Андрея и говорит, то есть предлагает им пойти за ним и говорит им, что он сделает их ловцами человеков. он объявляет Симону намерение для него. Я думаю, что он живя среди народа Божьего знал о приходе Машеха и ожидали, и ожидал и он, и все остальные этого момента, тем более те условия, та обстановка, то время неспокойное, в котором они жили, эти восстания, они находились под оккупацией, римлян, это все налагало определенный отпечаток. Я не думаю, что человек может так легко оставить то дело, которым он занимается, а у него было дело, у него была лодка, они занимались определенным бизнесом, можно так сказать, который кормил его, его семью. Вот так легко оставить это дело, оставить семью и пойти. Просто неизвестно куда, неизвестно за кем и зачем. И вот Матвея 16 глава 13-19 стих. Придя же в страны Кесария и Филипповой, Иешуа спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня? Сына человеческого. Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же, Петр отвечает, сказал, ты Машиек, сын Бога живого. Тогда Иешуа сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти кровь открыли тебе это, но отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Из этого Писания мы видим, что Господь подтверждает Петру цель, он как бы направляет его опять. От начала он говорит иди за мной и я сделаю тебя ловцами человеков. И здесь он говорит более раскрывает для него уже предназначение. Он говорит ты камень, то основание на котором я буду созидать мою церковь и дам тебе определенные вещи и дам тебе силу для того, чтобы ты то, что свяжешь здесь на земле будет связано и на небе, что разрешить здесь на земле будет разрешено и на небесах. Идем дальше. Матвея 17 глава с 1 по 5 стих. «По по прошествию дней шести взял Иешуа Петра Иакова Иоанна брата его и возвел их на гору высокую одних и преобразился пред ними и просияло лицо его как солнце одежды же его сделали белым и как свет и вот явились Моисей и Илья и с ним беседующие «Присем Петр сказал Иешуа Господи хорошо нам здесь быть если хочешь сделаем здесь три кущи тебе одну и Моисею одну и Ильей когда еще он говорил все облако светлое осенило их и все глаз из облака глаголющий сей сын мой возлюбленный в котором мое благоволение его слушайте то есть не проходит и недели имея такое сильное откровение от Господа когда Иешуа к нему проговаривал говорит дам тебе ключи от царства и на тебе как на основании буду строить церковь Петр увидел на горе преображенного Иешуа Илью Моисея Моше напрочь забывает о братьях и говорит Господу построим кущи потому что нам здесь хорошо и он еще даже не закончил говорить и он услышал голос который обращался может быть даже к нему в частности я думаю что чем больше возраст в котором ну это мои соображения может это не так но чем старше человек когда он приходит к Господу или когда Господь его находит и он принимает его как своего Господа и Спасителя тем больше в нем не самого лучшего что ли жизненного опыта который ну тех проблем которые он переживал в жизни до того как как познал Господа как своего Господа и Спасителя и он это все это все тянет этот определенный жизненный опыт эти все проблемы они как бы преследуют его хотя и мы знаем что Господь говорит все что было я беру и забрасываю и больше не вспомяну тебе но наверное для человека ну так вот просто легко освободиться от этих вещей невозможно и это проходят годы это процесс исцелений обновления духа души тела тела это путь по сути дела это путь и здесь вот все эти качества они проявляются то есть мы видим как Петр просто потому что стало вдруг хорошо и ты в присутствии Божьем находишься и ты забываешь обо всем этом забываешь о братьях забываешь о семье может быть забываешь кем ты был просто в один момент все это как бы уходит и ты просто наслаждаешься присутствием Божьим но не всегда так будет и вот смотрим дальше Ишуа проводит с ними пасхальный седр со своими учениками и он говорит им такие слова но вы прибыли со мною в напастях моих и я завещаю вам как завещал мне отец мой царство да идите и пейте за трапезу моею в царстве моем и сядете на престолах судить двенадцать колен израилевых Господь объявляет учениками в частности Петру наверное одну из самых главных целей для которых для которой он призвал их это он о том что будут приготовлены престолы на которых они сядут и будут судить колено израилево в свое время мы видим как постоянно вот от начала то есть Бог проговаривает 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 и он показывает для чего человека избирает что он предлагает то есть он дает силу он дает власть и мы не всегда правильно пользуемся этой силой и властью и мы видим это на примере того же Петра вскоре уже мы знаем по Писанию что Ешуа был распят ученики в его недоумении что происходит и что мы видим Петр возвращается к тому делу которое он наверное лучше всего умел делать это ловить рыбу к своему привычному делу то что его могло кормить прокормить хотя вот на этой же беседе Ешуа спрашивает учеников когда я вас посылал по двое трое и говорил вам не брать ни сумы там ни обуви как бы вы не имели ничего вы в чем-то нуждались и они отвечают нет то есть Бог когда посылает он обеспечивает он все предусмотрел то есть все благословения то есть на этом пути для вас и вот Ешуа уже в третий раз по воскресению из мертвых является Петру чтобы напомнить ему о том что он говорил ему от начала фактически это Иоанна 21 глава 14 17 стих это уже в третий раз явился Ешуа ученикам своим по воскресению своем из мертвых когда же они обедали Иисус говорит Симону Петру Симон Ионин любишь ли ты меня больше нежели они Петр говорит ему так Господи ты знаешь что я люблю тебя Ешуа говорит ему паси агнцев моих еще говорит ему в другой раз Симон Ионин любишь ли ты меня Петр говорит ему так Господи знаешь что я люблю тебя Ешуа говорит ему паси овец моих говорит ему в третий раз Симон Ионин любишь ли ты меня Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня. И сказал ему, Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя. И Ишо говорит ему, паси овец моих. То есть, ему надо было по воскресенье из мертвых явиться и опять говорить. И не единожды говорить, а напоминать, и напоминать, и напоминать. Бог говорит, но слышим ли мы Его? И, наверное, вот выше я говорил и зачитывал местописание. Это первое Петра, послание Петра, когда он дает свое наставление собранию. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаем, для наказания преступников, для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Он, уже будучи апостолом, он дает наставление общине то, о чем говорил к нему от начала. От начала, когда он увидел его на озере и сказал, иди за мной, и я тебя сделаю ловцами человеков. От начала, когда он говорил, ты, Петр, на котором я построю церковь. Потом, когда по воскресенье он вернулся и говорил, паси акцев моих, паси овец моих. Наш Бог, друзья, не молчит, Он все время говорит. И Он не только говорит к Петру, помните, что Павел говорит, но и всем, кто возлюбил явление Его. Бог стоит и стучит и говорит, тот, кто откроет, войду с ним и буду вечерять. Это как вот мы, когда нам приходят друзья, мы садимся за стол, вечеряем, общаемся, открываем что-то друг другу. У Бога есть для нас благая, совершенная, угодная воля. И если ты познал эту волю, тебе будет легко, тебе будет намного легче давать, служить, любить. Потому что любить, ты знаешь, от кого приходит эта любовь и какова цена за эту любовь была заплачена. Давать, потому что ты знаешь, что это ты получаешь для каких-то определенных целей. И от кого ты получаешь это. Тебе будет легко делиться этим, потому что ты знаешь, что у Бога есть намного больше для тебя. И если ты правильно научился распоряжаться теми ресурсами, которые приходят к тебе, Бог тебя над большим поставит, и Он говорит это в Слове Своем. Всем, кого Он избирал в Писании, того же Маше, того же Иисуса Навина, Егошу Абиннуна, Давид, Равшауль и многих и многих других, Он открывал им. Давайте вот откроем Исход 33, глава 13-14 стих. «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помыслить, что сие люди твой народ Господь». И Господь сказал, «Сам я пойду и введу тебя в покой». И еще там 33, глава 11 стих, перед этим даже. «И говорил Господь с Моисеем лицем к лицу, как бы говорил с другом своим, и он возвращался в стан, и служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от Скинии». Если ты знаешь, кто ты, тебе будет намного проще делиться тем, что ты имеешь, потому что ты будешь знать, кто тебе дает это, и он дает тебе для какой-то определенной цели. Он распорядитель всего. Если ты знаешь, кто ты, тебе будет несложно подчиниться, потому что ты это делаешь по доброй воле и без принуждения. Если ты знаешь, кто ты, тебе будет легко любить. Если ты знаешь, кто ты, тебе будет намного легче отвечать на призыв Божий для служения. И не только тогда, когда у тебя есть время, а тогда, кажется, когда его нет. Потому что служа Богу и служа людям, ты исполняешь то, по сути дела, призвание, которое Он приготовил для тебя. И через это к тебе могут приходить и благословения, и Бог усматривает, потому что Он Бог мира, порядка и устройства. Он тебе кажется непреодолимыми какие-то обстоятельства. Но Бог все устраивает так чудно, что ты, оказывается, нигде не теряешь. Ни в работе, ни в финансах, ни во времени для того, чтобы уделить семье. Он все чудно распределяет, Он все приготавливает. Как Он сказал Моисею, «Приготовлю, сам пойду пред тобою и введу тебя в покой». Вот такое слово, которым я хотел поделиться с вами. И давайте помолимся в завершении. Отец Небесный Божий, я прошу, чтобы это слово, которое ты дал, оно произвело работу, то, для чего оно было послано и то, для чего оно было предназначено. Господь, тем, кто не знает, кто Он, Боже, открывай в молитвах, через людей, которых ты поставил в церкви для того, чтобы наставлять народ Божий. И я прошу, чтобы всякая благая, угодная и совершенная воля исполнилась в жизни каждого верующего, каждого, кто возлюбил явление Его. Бешем ешуаха машеях. Амэн. И даже в заключении скажу, что многие люди говорят о том, беседуя с людьми и задавая такой вопрос, я слышал ответ о том, они говорят, я не знаю, что Бог для меня предназначил, но мы видим, ты можешь не знать в начале своего пути. Я думаю, что не очень и Петр понимал в начале своего пути, о чем говорил ему Ешуа, но постепенно, живя в Господе и по мере роста твоего, ты учишься слушать Господа, и Он открывает тебе больше и больше и больше. И я помню даже Дима Юткевич, как-то у нас в институте, в МГБА учил, он говорит, если ты не знаешь своего призвания, «Приди к продающему», он так называл таким термином, тех служителей, которых Бог поставил в церкви, и они тебя направят до времени, пока тебе Господь сам откроет те вещи, для чего Он тебя предназнает, что Он для тебя приготовил, и откроет тебе твое предназначение. Вот такое слово, и я рад, что вы были со мной и слушали это слово, и я надеюсь, оно послужит вам и произведет какую-то работу. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Юткевич